Девушки отдыхают И на полную мощность На полную мощность Продолжай, Фред, попробуй другой шатун Но он не выдержит этого, будет перегрузка Я сказал, пробуй другой шатун, делай, что говорю Нам нужно давление Выбор нет, Фред Готово? Готово Первый класс, молодчина, Фред Теперь поработаем над пиджаком Хью Стюарт и Рэнгфилм Дистрибьюторс представляют Норман Виздом В фильме Мистер Питкин на эстраде В ролях Джун Леврик, Джерри Десмонде Хэт Ижек, Ричард Ватис И другие Авторы сценария Джек Дэвис Генри Блад и Норман Уизд Композитор Филипп Грин Оператор Джек Ашер Продюсер Фью Стюарт Режиссер Роберт Ашер Есть кто-нибудь? Вернон Кару Доброе утро Сколько будет с той чисткой и глажкой выходного костюма? Для вас? Ничего А вы меня узнали? Конечно Все знают в Рерноне Кару главную роль В аристократе песни В ипподроме на этой неделе Надо же, как вы осведомлены Я тоже по этой части преуспел Правда? И кто же вы, фокусник? Нет Жанглер Нет, нет, продолжайте Силач, наверное Вы смеетесь надо мной? Не так ли? Продолжайте Иллюзионист? Нет То же, что делаете вы Я певец Дом мой дом там Где пасутся линии антилопы Где редко слышится речь человека И звезды горят в небесах Ну дальше я слова позабыл Но я выучу Это из моего репертуара Три раза в неделю Я хожу на сценическую речь И все такое Учусь правильно петь и говорить Что ж, это разумный выбор Будьте добры Позаботьтесь, чтобы мой костюм Был готов вовремя Я его лично вам принесу Мистер Кэру Как вы добры Почему бы вам не прийти на мое шоу И приводите свою подругу Дай ему два пригласительных Спасибо Всегда рад Не волнуйтесь, мистер Кэру Ваш костюм будет в театре вовремя Спасибо Счастливо Я с вас ни пени не возьму Счастливо 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 Джуди! Джуди! Я здесь, Питкин. Я присматриваю за малышом, миссис Бакстон. Джуди, отгадай, кто сегодня приходил ко мне в чистку. Кто? Вернон Кэру. Личная персона. Нет. Точно. Ты с ним разговаривал? Разговаривал. Я обслуживал его. У меня его костюм. Он дал мне два билета на вечернее шоу и сказал, чтобы я пригласил свою девушку. Здорово, правда, Джуди? Я не могу, любимый. У меня сегодня занятие по фортепиано у мисс Добсон. Прости. А что у тебя за спиной? Не так уж много. Я думал, мы пойдем на шоу сегодня, поэтому купил цветок. Наверное, он выпал. Не страшно. Школа музыки и ораторского искусства мисс Дафни Добсон Украла кораллы, а Карл у Клары украл плавнет. Он понял. Да, теперь он все понял. А теперь перейдем к согласным. Номер три. Эти, Генри, Эти, Генри и Достопочтенные Гораций грызут гранит науки и говорят о Гагарах. Эти, Эти, Генри и Достопочтенные Гораций грызут гранит науки и говорят о Гагарах. Нет, это никуда не годится. Все сначала со мной. Как так, не знаю, знак? Очень хорошо. Великолепно. Не забывай открывать гласные звуки. Сначала. Так, так, не знаю, знак. Много обещающе. А теперь добьемся той же дикции во время пения. Спой эту ноту. Я не могу петь без Джуди, мисс Добсон. Мистер Питкин, вы же слышите, что Джуди урок фортепиано. Вы должны быть более уверены в себе, иначе вы никогда не увидите свое имя в свете рампы. Веркалу. Еще раз. Очень хорошо. Да? Но ваша гортань закрыта. Откройте ее. Вот так. Гораздо лучше, гораздо лучше. А теперь попробуйте вытолкнуть звук из себя сначала к верхнему небу, и выталкивайте его сквозь зубы перед собой. Вот так. Очень хорошо. А теперь включите носовой резонатор. И не забывайте, верхнее небо, зубы, нос. Давайте. 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 Да, да, вот оно. А теперь пропусти звук через нашу голову вот сюда. Через макушку. И не забудьте небо, зубы, нос, макушка. Вперед. Вперед. Обещаю, это будет лучший звук в моей жизни. Не сомневаюсь. Нет, нет. Вы неправильно дышите. Что же вам надо? У вас воздух здесь внутри. А должен быть в животе. Отсюда, сюда. Попробуйте так. Глубокий вдох, и не забудьте небо, зубы, нос, живот. И, наконец, макушка вперед. Что я говорила вам делать? Вы сказали, чтобы я набрал воздух в грудь, и животом отправил его в самую макушку, и выдул его через зубы вперед. Прошу вас. И теперь самое важное. Ваш язык должен быть свободным. Он у вас крючен. Как будто у вас во рту какая-то дрянь. Свободно. Вот так. И живот, и макушка, и зубы. На сегодня все. Спасибо, Николя. В то же время, в среду. А теперь ваша песня. Нет, я не смогу. Нет, без Джуди я не смогу. Хорошо. Идем. Порефитируем песни мистера Питкина, Джуди. Да, мисс Добсон. Главное эффектное появление. Улыбайся людям. И только тогда начинай петь. Вперед. Зубы, нос, живот и голова. Улыбайся людям. Не мне. Людям. И не забывай о языке. И снова. И снова. Небо, зубы и носы прямо в макушку. Дышать животом. Язык свободный. Язык должен быть свободным. Он всегда свободен. Не забывай об этом. Всегда, везде. Еще раз. Прости. И когда солнце светит, улыбайся людям. Одним прекрасным утром, когда встало солнце. Чем я могу вам помочь, молодой человек? Мистер Абернона Кэру, пожалуйста. Я принес его костюм. Вниз по проходу, третья гримерная справа. Спасибо. Боже. Это же актриса. Господи, сегодня так жарко. Я бы с радостью выбралась из этой одежды. Водитель. Добрый вечер, мистер Кэру. Это вы. Вовремя. Вы бы сейчас надените? Нет, нет. Сначала грим. Положите его вот там. Мистер Кэру. Я могу остаться и посмотреть, как вы готовитесь. Ну, хорошо. Могу поспорить, вы волнуетесь. Я волнуюсь. Чего бы это? Столько людей в зале. Они могут посмеяться над вами. Надо мной бы точно посмеялись. Мы с вами находимся на разных уровнях, мистер Вы задели воротник Питкин П-И-Иткин Я в состоянии произнести Питкин Здесь надо побольше красного Прошу вас, прошу вас Я делал это уже много раз Вы выглядите немного бледновато Может потому что волнуетесь? Я не волнуюсь и никогда не буду волноваться Немного все же волновались Вон волосы посидели даже Прошу прощения Мои волосы? Неужели так заметно? И вам нечем их закрасить? Ну, время от времени я их, конечно, подкрашиваю Давайте я помогу вам, мистер Кару Нет-нет, я умею, я работал одно время в фрикмальтерской Вы уверены? Конечно, я справлюсь Давайте освежим вас, и ваши волосы будут чудно выглядеть Вы так добры Не слишком сильно? Нет-нет, замечательно Вам понравится? Я в этом уверен Очень расслабляет Вы же не хотите, чтобы они выпалили? Посидели? Выпали? Прошу вас, не дерите так сильно Все будет хорошо Почему бы вам не пойти в зал? Я не хочу, чтобы вы пропустили начало шоу Простите, мистер Кару Это... это легко смыть Я пойду схожу за бензином Нет-нет Я буду через минуту Уходите Убирайтесь Хорошо, я пойду, посмотрю шоу А вы не кипятитесь Несмотря на что, будьте спокойны Я прошу вас Я буду там Уходите После шоу мы к вам с Джуди зайдем Да-да А-да А-а-а! 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 А-а-a! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, маэстро. Добрый вечер, дамы и господа. Ну, что сказать. Для меня вернуться в этот старинный театр все равно, что вернуться домой. А теперь заказывайте. Каждый из вас может заказать песню. Может, что-то из старого? Они все старые. Что ж, прошу вас. Вернон. Вернон. Сэр. Седые волосы. Их не видно. Начинайте играть. Разве он не чудесен? Субтитры сделал DimaTorzok Выключите микрофон. Выключите его. Тогда песни не будет слышно. Что со всеми вами? Давай, Вернон, растопчи их. Вы, хулиганы. Вы не разбираетесь в хорошей музыке. Продолжай, Вернон. Твое лицо спасено. Давайте будем держать себя в руках. Если хотите пошуметь, тогда бойте. Вместе с Верноном. Бойте. Да, вот так. Давайте поможем ему. Споем. Вперед, Вернон. Не сдавайся. Пой, Вернон, пой. Пой, Вернон, пой. Пой, Вернон. Пой, Вернон, пой. Пой, Вернон, пой. Повторите. Снова. Снова? Давай снова. Давай. Что с ним? Ну, хорошо? Давайте, мистер Кру. Подари мне ночь в июне. Подари мне траля-ля. Ла-ля-ля-ля. Ну, в чем дело? Слова забыли? Не волнуйтесь, просто пойте траля-ля. Ла-ля-ля-ля. Я же говорил, что буду с вами. Я помогу вам. Все вместе. Подари мне ночь в июне. Подари мне серебряную луну. Переведите свет на паренька перед сценой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. А теперь, дамы и господа, надеюсь, я могу продолжить свое выступление. Нет! Нет! Убирайся! Убирайся со сцены. Мы поговорим позже. Если думаешь, что мне пришел конец, я с этим категорически не согласен. Не дурачься. Гарольд, я не знаю, что так быстро, как и остальные. Многие годы я пробирался на самый верх, и никто никогда у меня это не отнимет. Все, что у тебя есть, это скучное шоу и долги. Это явление времени. Все, что мне нужно, это голос. Если бы ты мог петь так, как пел этот паренек вчера на шоу, если бы у тебя был такой голос. Его голос? Интересно. Знаешь, Гарольд, сочетание его голоса и моего снадшибательного шарма способны свернуть горы. Что у тебя за идея? Ты сказал, что мне нужен новый голос. У меня будет новый голос. Его. Что? Украсть его голос? Нет, нет. Просто одолжить. Ради бога, Гарольд, поторопись с записью. Ну, хорошо, хорошо. Ты взял чистую пленку? Да. Где мы его поставим? Может, за бремя? Нет, нет, за стулом. Так будет удобней. Возьми. Тебе это не удастся. Еще как удастся. Он не узнает свой голос. Люди никогда не узнают. И потом впервые он услышит его на пленке с оркестром и моим именем на обложке. Вот так. Да, он опаздывает. Мистер Питкин, как хорошо, что вы пришли. А где же ваш аккомпаниатор? За дверью. За дверью. Джуди! Берегите ноги, мы можем по ним проехаться. Да, Джуди? Мистер Кэру, это Джуди. Очень приятно. Очень приятно. Я мистер Фрэнкер. Идите за мной. Да, идите сюда. Как смешно. Ноты с вами? Спасибо. Гарольд, будь так добр, помоги этой очаровательной даме подъехать к пианино. Ну, конечно. Да, это что-то из последнего. Попробуйте спеть это. А я попробую оценить ваш потенциал. И еще, Питкин, пойте в этот микрофон. Знаете ли, вам лучше сразу привыкать к профессиональной сцене. Расслабьтесь. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok If the star bet I follow is you Субтитры создавал DimaTorzok Вы должны переехать ко мне? Переехать к вам? Мальчик мой, это важно для твоей карьеры Беги, собери весь свой репертуар и переезжай Я знаю, это очень важно, я буду вам очень благодарен Возвращайтесь не позже шести Перематывай, скорей Но, мистер Кэррол, разве не могу работать у вас, а жить в другом месте? Не можете Но, мистер Кэррол... Учитель здесь я, увидимся в шесть До свидания Всего хорошего Ну как? Сейчас послушаем Ты думаешь, ты справишься без меня, Джуди? Конечно, я... Мне будет хорошо, мисс Добсон Она дала мне замечательную комнату Соже, мне жаль, что я должен жить у мистера Кэру Какая ты нелепость Он возлагает на тебя надежды Шесть месяцев напряженной, каждодневной работы Я знаю Ты же хочешь добиться успеха, правда? Джуди, я не справлюсь Без тебя Тебе надо встать на собственные ноги Ты права, Джуди Я должен Я должен стать звездой И заработать много денег Правда? Для того, чтобы ты могла поехать куда-нибудь отдохнуть Туда, где много солнца и тепла И тогда, может быть, ты снова сможешь К этой рубашке надо пришить пуговицу Рим строился не за один день Тебе нужна основа, подход Я представлю тебя как своего секретаря Но вы сказали, я буду певцом, а не секретарем Имейте терпение Кроме того, я буду мучить вас уроками пения каждый день Правда? Да, я немного перегнул палку Вы честный человек Вы действительно честный человек Я в этом уверен Вы очень добры Ну, не будем терять времени Проходите Не отставайте Будьте как дома Садитесь Только не сюда, пожалуйста На тот стул А теперь, мистер Питкин Обсудим ваши жалования На прошлой работе, мистер Кэру, я имел шесть фунтов Шесть фунтов, это ужасно Да, но я работал по многу часов Я буду платить вам двадцать Двадцать фунтов, мистер Кэру? Большое спасибо Ну, конечно Будут и кое-какие сдержки Ваши уроки пения, например, к примеру, два фунта По рукам? Посчитаем, каждый день по уроку шесть дней в неделю, итого двенадцать фунтов Да, но если это необходимо Но, мой дорогой, у вас остается чистых восемь фунтов И вычтем проживание и обслуживание шесть фунтов По рукам У меня остается всего два фунта Чистыми Не совсем, мистер Питкин Вы забыли о стирке и выходных Мистер Кэру, выходных не будет Это, к слову Кроме того, страховка, подоходный налог Все это еще три фунта Значит, я буду должен Еще один фунт Надо признаться, чем меньше мы вкладываем, тем меньше потом имеем Да Звонят, Питкин, откройте Я? Часть обязанностей личного секретаря Отрабатывайте свое жалование А я пока ничего не получил Дверь, Питкин Все это просто не ляпо Привет Скорее, я тороплюсь Я должен объявить о вас Шляпа Мистер Гарольд Франклин Мистер Франклин Гарольд Вернон Вернон Прошу вас уйти Ну что? Джок Реккерс просто вне себя от радости Я знал это Говорят, это самое лучшее из того, что ты когда-либо делал Это надо отпраздновать Питкин Принесите напитки Пендлбери уже тиражирует Он предрекает грандиознейший успех Но я бы хотел кое-что обсудить с тобой Наедине Ты понимаешь, о чем я? Я устрою это Познакомься с кухней, Питкин Простите Помой посуду Это часть твоих обязанностей Ты же должен как-то отрабатывать свои 20 фунтов в неделю На кухню, Питкин Надеюсь, ты понимаешь, что этот паренек твой будущее и твой хлеб Я вполне это понимаю И чем больше он будет занят дома, тем меньше сомнений будет у него в голове Не тереби его слишком много Ему вечером надо записать еще одну песню Вечером Господи Ну и ну Это займет целую вечность Мыло И щетка Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Высохнет, и я ее уберу Ты Питкин, сейчас будет урок пения Да, только я здесь все закончу Оставь это Иди за мной Но здесь еще много работы Иди за мной Но здесь же много работы Что-то не так, Питкин В микрофон, пожалуйста Какого черта с тобой происходит? Что, Питкин? Я Я волнуюсь, я всегда волнуюсь, когда пою, когда Джуди нет рядом со мной Я волнуюсь Ерунда, Питкин Ты среди друзей покровителя Если тебе от этого лучше, можешь звать меня Вернон А его можешь звать Гарольд Спасибо, Вернон Гарольд Вернон И Конечно, Гарольд Если вы хотите Зовите меня просто Питкин Я не собираюсь переходить на такую фамильярность Начинайте петь Вернон Вернон, я сейчас Я сейчас Сейчас Гарольд, вы должны мне помочь Я сейчас спою Помогите мне, Гарольд Я спою, спою Дела, Плоки Надо посылать за девчонкой Ну, хорошо, если это необходимо А что, если вы... Позвоните вашей подруге Пусть приезжает сюда, как можно скорее И скажите, что я буду платить ей необходимое жалование Она не сможет прийти Почему? Она уезжает с мисс Добсон в Бромли В Бромли? В Бромли Ну, тогда на сегодня урок отменяется Иди в постель, Питкин Но еще только семь часов Мне плевать, сколько времени Иди в постель И не читай Электричество очень дорогое Спокойной ночи Спокойной ночи, Вернон Гарольд Почему ты так холодна? Что будем делать? Мы не сможем сделать запись В Бромли Не волнуйся, я что-нибудь придумаю Я заставлю его петь, если понадобится Просыпайся, просыпайся Почему ты холодна? Тише, тише Скажи мне, где обычно поют люди? В церкви? Не в церкви, а в ванной То есть ты собираешься? Да, я собираюсь Бери приемник, скорее Поторопись Поставь приемник вот туда Почему ты крадешься? Почему ты крадешься? Ты не должен делать этого Разве? Вставай, подъем Но еще же не утро Ты что, всегда ложишься спать, не помывшись? Я помылся Ты принимал ванну? Но сегодня же не суббота Ужасно В этом доме так не пройдет Ты будешь принимать ванную каждый день с сегодняшнего дня Раздевайся Вот так, Питкин Все для тебя Если воды мало, добавь Еще кое-что осталось Но помни, никаких плесканий Хорошо, я буду тих, как мышь Прошу тебя, не подавляй свои порывы Можешь немного попеть, если хочешь Это полезно для голоса То есть я могу не контролировать себя? Да, да, да Просто дать себе волю Именно Петь и солировать С наслаждением Наслаждаться с собой Да Хорошо Великолепно Но разве не пришло еще время для вас? Ну, мне как-то это... Я понимаю Да Да Идем, Гарольд, идем Господи Что он делает? Ну что ж Ты уже закончил, Питкин, да? Я хочу взять полое Мистер Кару Он просто берет мыло Питкин 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 Ты в порядке? Питкин Питкин Давай Питкин Он под дверью Я знаю, что он под дверью Он должен быть в ванне Не под дверью Встаем Взяли Нет, нет, не так В другую сторону Сейчас Господи боже, идиот Принеси воды Принеси воды Воды Он поет Дверь, дверь Да, дверь Дверь Сейчас Иди сюда, идиот Плохо Он поет другую песню Надо заставить его петь нужную песню Идем Ставь его Ставь на минутку Хорошо Поставь Моя нога Толкай Я пытаюсь, но не могу Заела Заела? Да Хорошо Оставь так Выходи Скорей Скорей Давай же Ради всего святого Заводи запись Хорошо Молодец Попробуем еще раз Заводи запись Заводи запись Заводи запись Заводи запись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня ларингит, я сейчас не в голосе Но ничего, эта запись тоже хороша Мы почистим её Когда следующее шоу Билла Бартона? Вечером четверг Но эфирное время забито, сэр Всё занято Да? Это он так думает Значит так, Вернон будет петь эту песню в шоу Не волнуйся, Зангинус Поёшь под фонограмму Будешь двигать губами и всё И притворишься, что поёшь Так все делают на этом шоу Ты не выражаешь? Я бы предпочёл этого не делать Я не люблю обманывать публику Но если все так делают Хорошо, хорошо И ещё, сведите диск и подложите оркестровку Ты когда-нибудь пел ему эту песню? Нет Ты уверен? Да, но я пел её однажды в ванной Он был там с тобой? Ну, что вы, миссис Добсон Ты уверен, что никогда не пел её в микрофон? Никогда А что? Субтитры делал DimaTorzok Здорово, просто здорово Мне пора Куда ты идёшь, Питкин? Мистер Кэру Вернон устраивает вечеринку И он хочет, чтобы я, как ближайший друг, пришёл Пораньше До свидания, друзья До свидания Арвар, мисс Добсон Это немецкий Что-то во всём этом есть нелепое и смешное С самого начала Что вы имеете в виду? Тебе не показалось, что его голос был слишком похож на голос Питкина? Да, это было очень похоже Это точно Этот молодящийся Ромео украл его голос Но он не может сделать этого Почему? Это же мошенничество Мошенничество Должно быть раскрыто Милая вечеринка, не так ли? Мадам Спасибо Иду, мистер Кэру Огонька для леди Финчингтон Да, сэр Благодарю, Питкин Официант И что же здесь происходит? Это сигары мистера Кэру Я в курсе Мистер Кэру Кто-то ворует ваши сигары Мистер Кэру Я не хочу показаться грубым, но Как работник мистера Кэру Я скажу просто и без обеликов Смотрите меня Смотрите Чего я правда не могу объяснить Откуда этот фантастический успех? А ваша невероятная притягательность? И как это все пришло вам в углу? Что пожелаете? Что вам принести? Шампанское, Питкин Старый метод, да? Веселенькая вечеринка Да как ты посмел? Моя дорогая леди Финчингтон Я родился в седле Мистер Кэру Это замечательно Отмечу, что мне понадобилось много времени Чтобы усмирить лошадь под собой Мне повезло меньше седлом Уверен, вы себя недооцениваете Нет, что бы Я бы все отдала За ваше седло Питкин Я не хочу показаться назойливым Но у нее седло Получше будет Официант Тебя позвали Да, сэр Выпьем за охоту Питкин Питкин Еще шампанского Да, сэр Разберись вот с этим Я тороплюсь Хорошо Да уж, да уж Взялись вы сегодня выпивать Но вы же платите за это Милая, следите за фигуркой Готовы напитки? Где лед? Мне нужен лед Официант, где лед? Мне нужен лед Не вечеринка, а дрянь какая-то Выскальзывает? Дай сюда Да, я сам Вы ненормальный Моя дорогая Рабелла Спокойствие Играй что-нибудь Пожалуйста, все танцуют Питкин Питкин, сверни ковер Я как раз собирался Сверни ковер Подержи Простите Извините Я хочу видеть Вернона Кру Простите, мадам Это невозможно У него вечеринка Я заметила Зачем вы хотели его видеть? Я должна его разоблачить Он украл голос моего ученика Орги Орги Где Вернон Кру? Вот так Хорошо Ради бога, Гаральт, успокойся Думаю, что у меня Есть одна идея Что ты делаешь с ковром? Я просто решил дать пару кругов Практикуюсь А партнерша не нашел Официант Вы бы не были бы так любезны Чтобы дать мне еще один поднос С этим чудеснейшим Божественным напитком Официант Что с нашими напитками? Официант? Простите, мадам Он еще и вместо официанта вас использует Он монстр Прости меня, Робелла Прошу простить меня Но я еще не имел чести С вами Это не станет удовольствием Шарлатан Лжец Вор Я пришла, чтобы разоблачить мошенника Голос, который использовал сегодня Вернон Кру Принадлежит не ему Это голос моего ученика Мистера Питкина А ты, Питкин Неужели ты поверишь в эту околесицу? Понимаете Конечно поверит Друзья мои Вы все свидетели того, как меня обвинили Человек, которого я принял в дом как близкого друга Обвиняет меня в воровстве Голоса Я же ничего не сказал Твоя очередь придет, Питкин Я не могу оставить эти обвинения без внимания Возможно, кое-кто так же усомнится во мне Что может стать лучшим доказательством? Пусть он споет А судить будут присутствующие здесь гости Начнем состязание, Питкин Давай, Питкин, покажи им Разве Джуди не может подыграть мне? Не волнуйся, я подыграю тебе Пой как никогда прежде Питкин Мы не слышим тебя, Питкин Это не та тональность Всем молчать Помолчите Разве вы не видите, что он волнуется? Дайте ему шанс Пожалуйста, пожалуйста, дамы и господа Думаю, мы и так уже далеко зашли Я убедил вас Можете, конечно, говорить, что я добрый, сентиментальный идиот Но, несмотря ни на что, я не уволю Питкина Напротив, я продолжу нашу руку И, кто знает, возможно, однажды он станет величайшей звездой на эстраде Отвези меня домой, Питкин Давайте танцевать Это был твой голос Я говорю тебе Им так не показалось Ты подвел меня Если ты хочешь стать певцом, ты не можешь все время полагаться на Джуди Ты должен справляться с нервами Это было ужасно Но я пытался Тебе надо сходить к хорошему психиатру К кому? Завтра ты пойдешь к доктору Четтервейу на Харли-стрит Харли-стрит? В национальном здоровье? Нет, нет Доктор Четтервей мой друг И что он будет делать? Он поработает с твоими скрытыми комплексами Тогда приму ванну Спокойной ночи, мистер Питкин Спокойной ночи, мисс Добсон Нет Ты должен понять, чего ты действительно хочешь И идти к цели Чего я действительно хочу Так это, чтобы Джуди снова начала ходить Не получилось, да? Я сделала из него посмешище Он не смог спеть и ноты без тебя Не понимаю, почему он так зависит от меня Джуди Если я смогу вылечить его от этой потребности в тебе Ты простишь, милая? Я помогу вам, мисс Добсон Питкин не может быть привязана ко мне всю жизнь Я помогу вам Ты уверена? Совершенно Доктор Четтервей Мистер Питкин Спасибо, сестра Вы пациент, который не может петь, не так ли? Я могу петь Вы можете петь? Я не могу петь Значит, все же не можете петь Садитесь, пожалуйста А теперь, мистер Питкин Очевидно, не в себе Поднимайтесь Мистер Питкин, поднимайтесь, садитесь Вы подвергались когда-либо гипнозу? Нет Нет Тогда проходите к дивану Проходите, вам нечего бояться Забирайтесь на диван Прямо сюда? Да Лучше я ботинки сниму Это не обязательно Да, да, устраивайтесь поудобнее Теперь сосредоточьтесь на моих глазах Смотрите прямо в мои глаза Думайте только о моих глазах Да Сосредоточьтесь на моих глазах На вас очки надеты? Ну да Я не хотел вас обидеть или задеть Ну что вы, что вы Вот так Сосредоточьтесь на моих глазах Да, я знаю Я не должен, я не должен сопротивляться вам Вот именно, мистер Питкин Предоставлю все вам Надеюсь, вы знаете, что вы делаете Ваши веки тяжелее? Да, точно Еще тяжелее? Ты только посмотрите Еще тяжелее Вы в гипнотическом трансе Хорошо Теперь откройте глаза Великолепное исполнение Великолепно, мистер Питкин Я хочу, чтобы вы вернулись в свое детство Как можно более ранее Вам всего 18 месяцев Всего 18 месяцев Великолепно, мистер Питкин Великолепно, мистер Питкин Великолепно, мистер Питкин Великолепно, мистер Питкин Иди к папочке Агрессивен Пришло время немного повзрослеть Теперь тебе пять лет Сегодня твой день рождения Что ты делаешь? У нас... у нас гости Хорошо, кто они? У нас, у нас... Ну, это... это... Это Фредди и Реджи И Рут тоже Чем вы занимаетесь? Я... Пел песенку Это была милая песенка? Да-да Вы... Хотите послушать? Конечно, конечно Да Я хочу съездить на небеса на выходных Я хочу съездить туда, где играют ангелы И мне всего пять лет И небеса так далеко Я хочу... Ты спел про папу Ты хочешь увидеть его? Нет Почему? Я опоздал там поезд Не пунктуален Мистер Питкин, вы можете прийти в себя Господи, что это было? Я просто уснул Вы гипнотизировали меня своими глазами Вот оно что! Здорово, здорово! Мистер Питкин, кажется, я нашел причину нашей проблемы Вы страдаете от ларингисмус-стридлус Правда? Да, до сих пор вы не были неспособны петь без помощи любимой женщины То есть, вы говорите обо мне и Джуди? Именно Вам нужна уверенность в себе Выйдите из тени на свет Поймите, что вы ничем не хуже остальных людей И тогда вы сможете петь спокойно Правда? Конечно Сестра, войдите на минутку Да, доктор Для начала мы займемся достойной одеждой Одежда делает мужчину Вот, опять Мистер Питкин, вы очень важная персона Вы очень уверены в себе Вам не надо ни на кого полагаться Вы поняли меня? Понял Я очень важная персона Вы сильный Влиятель Вы лидер Вы солдат армии Вы военные офицеры Сестра, будьте добры, отмените все встречи до четырех часов Мы с Мистером Питкиным пообедаем в ресторане Правда? Такого я не ожидал от вас Ну тогда чего мы ждем, старина? Идем вперед Это для вас, уважаемый Спасибо, Маундерс Доброе утро, генерал Доброе утро, генерал Доброе Подождите, вы молодой Не говорите мне У меня хорошая память на лице Кто же вы? Питкин, сэр Питкин, Питкин Конечно Да, всем известен Скажите, и вы все еще с... Нет, 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 больше нет, сэр Ты кто вы теперь? Один из этих Что ж, был рад увидеться с тобой, мальчик мой Передавай мой искренний привет Мисс... Мисс, как же ее... Вы понимали, что делали? Вы разговаривали с генералом, герцогом Альбершотом А как иначе, старина, я сегодня в демократическом настроении Доброе утро На двоих, сэр? Да, Биргит, если возможно Вы резервировали столик? По правде говоря, нет Жаль Тогда, возможно, завтра получится Завтра, Биргит? Я умру с голоду до завтра Желудок уже трели поет Сегодня Мы займем вон те два места Идемте, Четтерс Это стол для важных персон, сэр Надеюсь, стулья удобная Надеюсь, я действую правильно Четтерс Наслаждайтесь ланчем, генерал Вы начнете с сардин, сэр? Нет, Биргит, мы сами выберем, с чего начать Спасибо Думаю, начнем мы Сейкреи И Биргит Сэр Проследите за приготовлением Вы что, хотите погубить меня? Ради всего святого Прекратите давить на Биргит, а иначе Меня сюда больше никогда не впустят Спасибо, Биргит, спасибо! Сэр Вы так добры сегодня Всегда рад услужить, сэр Пропустим бесплатный образец Накладывай всю порцию Это и есть порция, сэр Это не порция, это просто недоразумение Продолжай обслуживать Ты весь день будешь с этим копаться? Биргит, дай-ка лучше я сам Дай сюда Мистер Питкин слишком долго был на Востоке Он принял кое-какие забавные традиции Да, совсем забыл Дайте немного икры, генерал От меня Возьмите немного лука Биргит, Биргит, Биргит Биргит, Сэр Лук, Биргит, варёный лук Хорошо, сэр, варёный лук Есть получше идея Поджарьте его Поджарить? Поджарить, Биргит, с яйцом И немного тушёных бобов Пару кусочков жареного хлеба И если останется место на тарелке Положите чипсов Это слишком? Тогда возьми тарелку побольше Я скажу, если не возражаете, сэр Хватит там бубнить себе под нос, Биргит Иди уже Молодец, мой мальчик Ты поставил этого снова на место Джентльмены Я бы хотел предложить тост за нашего юного друга Который при встрече с нашим врагом Нашёл в себе храбрость, чтобы противостоять ему Достойно Мы все должны брать с него пример Молодец, ты герой Отныне ты наш лидер Этот Биргит так напыщен, просто ужас И отныне ты наш герой Я никогда не был военным героем Моя галантрия началась с моим релизом За то, что я понял, что мои возможности Для противопрессии в Денье Питта Сейчас я начинал с фас, на номер 7 бас. Я дал фирс кондуктору тит-фор-тет. Она сказала, что плохая девушка, которая подошла на стоп. Мы все-таки вверх, есть один вверх. Так что, давай, мама, hop! Тогда кто это, кто шелкнул? Есть 20 шейт-фор-тет! Кто это? Кто это? Кто это? Ты? Нет. Ты не получил металл для этого! Гуд, шоу, you're a hero, I'm glad you're a lad. Though the driver never waited, the old gear was never frustrated. You are still an elevated galahad. Next morning I was in a barber's chair, but that barber tried to take me for some rides. Ten guineas for a Tony Curtis haircut. I paid a favor for short beckonsades. Да, сейчас я объясню. Объясню, что хочу. Вот здесь отрежете покороче. А отсюда зачешите наверх, чтобы все-все, абсолютно все было сверху. Вы слушаете? А спереди мне нужна длинная-длинная челка. И когда вы все это сделаете, побрейте меня на лосо. Ну что, я думаю, я думаю, что это слезал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...